Всем привет! Это ивент Огонек. У нас сегодня громкий выпуск. Вокруг суета, ставят ёлку, лофт весенний. Мы, кстати, в лофте весенний. Сегодня у нас в гостях Миша Генделев. Всем привет! Я слышу звук ломающихся копий всю свою жизнь по поводу того, как правильно произносить. Мы в семье говорим Генделев. Зная, в общем, русский язык, мне кажется, что, наверное, правильнее говорить Генделев. Поэтому я не поправляю. Сам себя называю Генделев. Когда говорят Генделев, окей. Ты тихонечко платишь. Нет, нет, нет. Я с тобой первый раз увиделся в интернете. Я увидел твоего сына, этого солнечного рыжего парня. Который себя называет Лёвушка Генделев как раз, потому что в садике его называют, поэтому он называет Генделев. Я его поправляю. Собственно, твой инстаграм практически полностью ему и стал посвящен в какой-то момент. Да, как-то. Сколько лет назад он появился? Три года назад. Три года ему, да? Три, три ему сейчас. Три. А мелкой? А мелкой девять месяцев. Как ее зовут? Анна. 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 Или Ню-Ню-Пу-Пу. И на что они тебя вдохновляют? Да, в общем, вся моя жизнь подчинена им. Ну, потому что это очень круто. Я стал отцом, сколько мне было лет? Тридцать, тридцать пять, да? Тридцать четыре года мне было. Ты старенький такой. Вот, да. Вот ты. Я старородящий практически. Я узнал, что давайте все поздравим Кириллу. У него две недели назад вот относительно сегодняшнего съемки родилась двойня. Таким образом, он стал трижды отцом. Трижды, да? Трижды отцом за два раза он стал. Вот. За два раза трижды. За два раза трижды. Очень круто. Как часто твоя семья тебя видит? Вообще часто видит, потому что я сейчас работаю только по выходным. И вообще у нас разделение обязанностей в семье состоит в том, что за Левика большую часть времени отвечаю я. Ну, когда я не работаю, я отвечаю за Левика. Моя жена отвечает за Анюту. Вот. Сейчас Левик стал ходить в садик, поэтому появилось какое-то количество свободного времени. Но вот уже третью неделю на момент съемок они, он дома с соплями. Вот. Поэтому, блин. Это садик в тартарары. Поэтому отменяется бассейн. Умой. Поэтому, ну, какие-то еще. Чем приходилось вообще жертвовать ради детей? Слушай, ну, даже вот, ну, пьянками с друзьями, вот, прежде всего. Встречами с друзьями. Ну, нет, пьянками, потому что так мы с друзьями встречаемся. Но вот там это все равно за рулем, особенно с двумя детьми, уже даже такси одно не вызвать, потому что два детских кресла и один человек сзади помещаются. Это только, ну, сейчас есть функция этот самый минивэн с детскими креслами, поэтому как-то можно. Или бабушки выручают. Вот. Какое первое слово сказал сын? Ты помнишь? А, ну, если мама или папа, сын точно сказал папа. Есть видеоподтверждение где-то там в Инстаграме, как раз в парке Сокольники. Мы прямо с двух сторон с Ирой к нему. Мама, папа. Он говорит, папа, папа, говорил. Ты актер. Актер. Чей курс ты закончил? Я учился у Геннадия Рафаиловича Тростенецкого. Это был очень интересный курс. Театральная академия? Да, у нас в Театральной академии. Тогда он назывался СПБГТ. А как он называется сейчас, я не знаю. При мне тоже назывался, а сейчас называется как-то ТДД-ПСИ. ПСИ? Да. ПСИ – это персональный компьютер. ПСИ вообще. Да. До этого был ГИТМИК. У меня был очень интересный курс тем, что он был актерско-режиссерским. И самое главное, что Тростенецкий был, я не знаю по каким причинам, очень независим. Это был его всего второй курс, который он набирал. Был достаточно независим от Театральной академии как таковой. И поэтому он приглашал очень большое количество педагогов к нам со стороны. Например, Юрий Николаевич Бутусов, это был мой второй мастер. Например, Валерий Николаевич Галиндеев, был мой педагог по речи. Ты понимаешь, о ком речь? Да, да, да. Я сейчас говорю, у меня немножечко мурашки. Ты заговорил про Галиндеева, про речь. Расскажи мне, пожалуйста. Это может быть такой больной вопрос, но у тебя есть какая-то небольшая... Очень, очень, да. Как это вообще было до этого? С Галиндеевом, смотри, я совсем не выговаривал, вот этот звук, я вообще его не мог произнести. И я не знал, что я его не могу произнести. То есть я говорил, примерно... Это до поступления. Куприн, вот Куприн Абрикосовый, то есть не Куприн Абрикосовый. Вот я не мог эту атаку сделать вообще. Я был на хорошем счету у Галиндеева всегда. Не в плане... Ну, потому что на самом деле, конечно, да, чистота речи, это очень здорово, но еще есть какие-то другие вещи. И когда я ему задал вопрос, вот там, ну вот, а вот я такой, он говорит, ну, когда я на тебя смотрю, то есть твоя артикуляция с твоей психофизикой, она как бы соотносится. И вот прям вот, прям вот так вот я не сижу. И он так, правда, не сидел. Кого ты играл в театральной академии? Давай самую, самую стрёмную роль, скажи, и самую прикольную. Стрёмного ничего не было, разве что, ну, ничего позорного не было. Нет, я не про позор, но я говорю какой-нибудь такой, который... Как-то, как-то, как-то я во время учебы, ну, вот опять же, был на хорошем счету. Это уже потом из меня не получилось, артиста. А вот в учебных работах более-менее я был общей удачей, считается, моя роль в учебной... Опять же, актёрско-режиссёрный курс, у нас режиссёры ставили с нами отрывки. Это был эндшпиль Сэмюля Беккета. Я играл там роль Клова, такого несколько дебиловатого. Играл я не очень удачно, но трудно найти, наверное, в мировом постепостановке спектакля Тортюф. Того, кто удачно сыграл роль Клеанта, наверное, только вот в постановке Фроса Юрия Богатырёв. Но повторять было бессмысленно. Как он это сделал, я тоже не знаю. Но это вот тот, который болтает всё время. Я знаю, да. Вот, я играл Клеанта в Тортюфе, и всё, по-моему, дипломные работы. Ещё у нас была такая интересная сказка про лисёнка Людвига. Всё понятно, Людвиг и Тутте. А, да, это правильно, да. Там у нас было четверо или пятеро артистов, и мы играли всех. Я был папой Тутте, и я был Людвигом одновременно. Да, то есть я был такой очень... Струбилитился в процессе. Да, я был таким петухом и был таким большим, одновременно маленьким Людвигом. На этом мы из этого попытались что-то выйти. Что бы там произошло, почему ты дальше не пошёл и не стал артистом? Слушай, а как-то вот если бы меня взяли в какой-то театр, в котором бы я чувствовал потенциал... А ты куда-то шёл в какой-то театр? Слушай, ну наш курс весь показывался куда-то. Я помню, что мы организовали поездку в Москву и показывались там в несколько театров, причём нескольких ребят взяли. Меня вот так вот обещал взять, и так очень мне многообещающе на меня смотрел Иосиф Рейхельгаус, худрук театра современной пьесы. Но прошло лето, ему позвонил, опять приехал ему навстречу, и он сказал, ну как-то, что в общем-то, конечно, да, вы вот такой весь из себя хороший. Но вот такие вот есть люди, которые не умеют сказать нет. Есть такие люди. Не стоит их в этом винить. Нет такого, что я прямо на него... Хотя, может быть, на тот момент я рассчитывал, или мне было просто приятно говорить, что, Миш, ну как дела, куда... Ну вот, там есть у меня там у Рейхельгаус за какие-то зацепочки. Поддерживаешь отношения с однокурсом? Я дружу, как и дружил, со своим ближайшим другом с курса, с Петей Смирновым. Он учился на режиссуре, сейчас пишет сценарии. Ну там у него на первом канале проекты, на втором. В общем, да. Да, с ним и дружу близко. Ты не пошел дальше в театр. И как сложилась судьба вообще? Когда ты начал заниматься праздниками и почувствовал себе эту жилку? Я работал в институте, ведущем в ночном клубе Альпина. Это стриптиз-клуб. Я уже забыл адрес. Бухарестская или Будапештская. Как ты их представлял? А сейчас встречайте Эльзабет. Ну вот эти все штампы. Да, да, да. Жоззи. Я не помню там их кликух. Жоззи? Это слишком эстетично для бухарестской. Да. Нет, там все были. Я помню, девочки собираются сдавать мне кассеты. Там работал мой друг, тоже мой ближайший друг, друг детства. Я был Олег Федоров арт-директором, он меня всему и научил. Я эксплуатировал роль интеллигентного молодого человека, который оказался среди этих сисек. То есть ты не в кожаном был, да? Нет, я был такой в костюме старшего брата, в каком-то взобранном, в очках. Более того, у меня арт-директор сказал, ну, как-то ты так, тогда очки какие-то. Более того, я помню, мы вставили на курсе братьев Карамазовых. Я приходил там, читал братьев Карамазовых, потому что надо было на свое время быть. И говорил, девочки, кассеты сдавайте мне, да, там, и читал Достоевского. Такой опыт у меня был, от Часмова, по-моему, я ничего не вел. Однажды мы с курсом, типа, вот Олег Федоров упоминаем, мы только другой. Вот Олег Федоров, который арт-директор в Альпине, полная тезка того, который мой однокурсник, который в театре Ленсовета. Больше ничего не объединяет. Так вот, мы приехали, как сейчас помню, в некую баню, но там не было вот плавсостава, там были приличные люди отдыхали. И мы им показывали какие-то комические этюды, которые мы быстро, вот что у нас там есть на курсе, там вот платят заказ. Рома Ильин, обладатель, кстати, премии «Золотой маска», по-моему, единственный на моем курсе режиссер, вот. Он, значит, какую-то нам подкинул халтуру, как мы тогда это называли. Кстати, называть это словом халтура я перестал году, это в 2006, я думаю. Я стал, перестал это слово употреблять. Но это стало твоей основной профессией? Ну, не основной, но... Но одной из? Но одной, да. Составляющей? Да, конечно. Помню первую свадьбу, первую свадьбу. Ну рассказывай, первую свадьбу, я уж не помню, как она мне попала, но это я боялся очень. Если вот корпоративы я боялся... Страшнее было, да? Да, потому что это была сразу же свадьба на русском и английском языке, потому что русская девушка выходила замуж за англичанина. И там были гости и с одной, и с другой стороны. Я свадьбу не вел ни разу, по-английски я не вел ни разу, но я был спокоен за этот аспект. Я был беспокоен за драматургию, потому что я реально не знал. Интернет был очень слабо развит. Я реально помню, что у меня была книжка, и, по-моему, я должен признаться вам, друзья, что я ее сам купил, вот эту вот пособие, тысячи конкурсов. Но я, надо сказать, ничего оттуда не взял, потому что это был какой-то кромешный ад. Вот, вот, все, я вспомню, сейчас рассказываю и помню. Я что-то нашел в интернете, он тогда еще подсоединялся. Да, через телефон. Модемну, да. И я помню, это гениально, что сделал мой брат Валерик, он большой шутник, мой старший брат. Я ему выписал конкурсы некоторые, и попросил, распечатай мне, там у тебя принтер есть на работе. Он распечатал, дает мне, и я читаю, и смотрю, там какая-то дичь, потому что он еще сам от себя придумал какие-то конкурсы. Например, я помню, игра голодьба. Игра голодьба, не помню правил, он говорит, с еще петровских времен, там прямо истории игры голодьбы, придворные раздевались, что-то там менялись одежды, что-то такое вот он придумал, и я читаю, я не понимаю, что это, потом понимаю, что он так на меня прикололся. Поменяться нижними штанами, не снимая верхнюю, да? Золом, да, вот что-то такое. Смешно. Игра голодьба. Ничего ты не использовал из этого, да? Не использовал, провел хорошо, потому что последовали от организаторов, опять же, заказы. Вообще ты в каком стиле работаешь, как ты это можешь позиционировать? Зависит от того, кого я вижу. Хорошо, зависит от того, кого ты видишь. Ты сам внутри больше кто? Ну вот я ведущий, вот, наверное. Да, я понимаю, но они все равно ведущие, они бывают разные. Бывают, которые... Ну, мне хочется иногда, да-да-да-да-да, иногда мне хочется очень что-то вот... Вот, например, этим летом я вел поэтический вечер, то есть юбилей женщины, который был поэтическим вечером. Можно писать своего идеального гостя на свадьбе? Идеальный гость такой же, как я. То есть он сочетает... Ну, какие-то качества, да. Сочетает себе и интеллигентность, и возможность, и способность оторваться. Вот, то есть... В какой-то момент переплочиться. В какой-то момент, да. Наверное, ну, некая быдло составляющая, она... Вот если набирать эти самые, как в компьютерной игре, то быдло составляющая, она минимальная. Или если она есть, то она с каким-то юмором, а не... Ну, вот... Можешь вспомнить сейчас какого-то гостя, который тебя жутко взбесил? Меня вообще бесят гости, которые... Уважаемые гости. Которые просыпаются со своими поздравлениями, причем столиками. После выноса торта. В момент, когда я собираюсь фейерверк объявлять, который надо сейчас, а потом, я не знаю, Сергея Рогожина, которому надо в поезд в Туапсе садиться и уезжать тоже через 20 минут уже. И мы и так услышим только песню от него. Ты моя зимняя, я весна. А больше других уже не услышим. Летняя зима. Летняя зима, окей. Ну, ловцы, сени. Потому что других он уже не успевает спеть. А тут они столиком, не, окей, у нас только Саня скажет и все. А выходит Саня, а Петя понимает, а что, ну как-то у Витька свадьба, а я не сказал. Ну я тоже готов. И все, да, и они начинают говорить все, и ну никуда не деться. С одной стороны, вот как ты, у меня нету решения за все эти годы, как с этим бороться. Очень просто. Нет. Все. Ты часто работаешь с агентствами. Как происходит эта работа, вот когда вы, ну лично что меня бесит, да, когда ты с агентствами? Есть такие агентства, которые, как бы, так, Кирилл, все через нас. Ну там типа, знаешь, вся информация там через нас. Нельзя звонить клиенту, что-то просить, что-то говорить, что-то предлагать. Ну а что ты встал, тебе нужно там что-то, список гостей написал, имейл, я уже почему-то давно не так пишу, а вот так. Да, ну. Были какие-то конфликты вот в этом плане? Ну конфликты с агентствами на площадке иногда происходят, какие-то. Вот ты расскажи что-нибудь интересное. По условной режиссуре, когда режиссера как такового нет, и тогда я понимаю, что, в общем-то, наверное, эти функции выполняю я, потому что я внутри, и одновременно со стороны, ну как-то я в ритме, я понимаю, что сейчас надо, что не надо. А они говорят, что надо вот это, да. Но вот я помню вот, сейчас, я помню вот место и время, а повода не помню, почему я мой там, что редко бывает, чтобы я кричал на девушку, но я на нее кричал. Да, пожалуйста, вот там вот ресторан, да, пускай горячее готовят, вот вот там ты мне нужна сейчас. Что для тебя важнее, вынести горячее или чтобы темпоритом не сел? Ну надо, чтобы и то, и то. Нет, я считаю. Ну и то, и то, это так, знаешь, бывают такие моменты все равно, когда... Это же свадебный ужин. Ну да, понятно. Ужин, поэтому они должны поесть. Но я не знаю, что... Окей, если мой конкурс, который в сценарии, конкурс от ведущего. Да, ну или кто-то писал там, ведущий шутит. Ведущий шутит, хорошо. Я тебе отвечаю. Был такой сценарий, мы его довольно вспоминаем. 30 минут, да? Да, 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 ведущий шутит. Блок шуток. Я говорю, как бы прямо джоук машин включается. Нет, 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 и поехали. Или вот горячее, я считаю, что горячее. Я очень давно вообще, одна из моих любимых книг, и она сейчас ровно вот прямо сейчас лежит у меня в туалете, а это подчеркивает ее любимость. Это книга Юрия Владимировича Никулина почти серьезно. Всем советую. Она вообще просто Никулин святой человек, просто интересно пишет, очень много, и я вот о профессии коверных не особо знал в цирке, потому что как-то даже в моем детстве уже, я и был-то считанное количество раз в цирке, не суть, но коверный, у него нету номера, вот как такового, вот типа 18.00, 15-минутная клоун, ну, наверное, такое и есть, а все остальное, это паузы заполняют, и прямо в программке пишется, паузы заполняют, и вот там Никулин пишет, когда он это впервые увидел. Ты не знаешь, сколько это пауза. В Ленинграде причем. Пока униформисты, как это они быстро, перевяжут тут канаты, тут подметут опилки, тут за лошади уберут, которая накакала, а тут, я не знаю, что-то еще унесут, акробаты, которые ногу подвернули, это все надо делать. И они, он говорит, вот здесь незапланированная пауза, мы хватали любой реквизит, выбегали и просто типа начинали. Вот для этого, по идее, ну, там, если не брать какую-то вот запланированную, сделанную видео-викторину о гостях, которые они ждут, жених с невестой, они там что-то сделали. 15 минут веселых слайд-шоу. Ну, что-то в этом роде. А остальное я это должен делать, когда я вижу, что вот у меня три подряд тоста было, артисты сейчас еще не готовы, тост больше не надо, перерыв рано, а с едой гостей тоже уже пауза зате... Вот мне ее надо, мне надо что-то гостям предложить, чтобы вот этот самый градус веселья не... Ну, как мы регламентируем? Понятно, что есть какие-то вот... Условный тайминг, да. Вот у меня очень давно есть такой оборот, что я жениху с невестой, в основном свадьбы же, да, больше их, чем корпоративов, да, согласись? Ну, по францетному соотношению, да. И я всегда им говорю, что свадьбы очень нехитрые драматургии. Почему-то, как у меня есть этот оборот, я его использую, очень нехитрые. Она связана с тем, что гости сидят за столом, а потом из-за стола стоят. Да, потом опять садятся. Да, потом опять садятся. А потом какая-то часть садится, как это встает. Ну, вот, 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 в общем, драматургия очень нехитрая, поэтому все, что мы можем сделать, это вот... Помочь им в этом. Да, помочь, чтобы это было... Гармонично существовать в этом процессе. Давай про телевидение поговорим. Мы как раз сегодня в нашей передаче. Да. Это телевидение, но это молодежное. Я тебе расскажу, смотри, ты там такое есть... В интернет заходишь, там красная такая... А, YouTube, да. YouTube, да. Я активный пользователь YouTube. Что ты смотришь? Ну, я смотрю Дудя, ну, я один из первых зрителей Дудя, потому что я просто Дудя знаю, года 2010-го. Ага. Вот, поэтому как только он появился с каналом, я сразу среагировал. Потом я смотрю, вот, мои знакомые сделали отличный тоже интервьюшный канал, еще не поздно, это Коля Солодников, Денис Гордеев, я не знаю, там... Где-то видел. Там интервью, вот, сегодня по понедельникам, сегодня у них Чубайс, у них всего четвертый выпуск. Смотрю я... Сейчас интервью очень много. Иру Шихман, да. У нас тоже, кстати, интервью. Иру Шихман я смотрю, а поговорить, это моя коллега с телеканала «Россия-Москва-24». Главное, не смотрите в Лееву интервью. Нет, это я не... Ну, я включал, но не смотрел. Ну, как бы, нет, я без... Почему плохо? Для кого-то хорошо, а даже молодец. Вот у меня очень давний спор, сейчас к этому придем, я надеюсь. Давний спор по поводу того, кто молодец, а кто нет. Смотрю канал «Олд Скул Комбат». Это обзоры старых, конца 90-х, начала 2000-х, ММА, поединков бокса, поединок такой. Олд Скул Комбат просто нравится очень, старое ММА, а новое гораздо меньше нравится. Вот единоборство я люблю. И... И «Бэт Комедиан». «Бэт Комедиан» номер один вообще. Вот я больше всего... Он просто реже всего. Больше всего жду «Бэт Комедиан». Твоя работа на телевидении, как она началась? Совершенно неожиданно, совершенно неожиданно и... Вряд ли бывает ожиданное. Ну, типа, пойду работать на телевидении, да? Запускался новый телеканал, телеканал 100, совершенно новый, с нуля, новая частота. Сейчас его нет, по-моему, да? Сейчас есть телеканал... Вот, 78. Да. Да, наверное, это он, да. Он был live 78, сейчас просто 78, это та же частота. И мой друг Ваня Васильев туда пошел работать, с Сашей Сыдорук. А я руководителем канала были Виктория Корхина и Андрей Максимков, у которых я еще в 99-м году снимался в маленькой роли в сериале «В зеркале Венеры». Еще до поступления. Вот, когда выходил в сериал, знаешь, такая же фобия была, что при поступлении нельзя говорить, что ты занимался в театральной студии, там, что ты уже не белый, ну, не было у вас таких предрассудков? Да нет. А у нас при поступлении было, ты что, ты занимался в тюте, ты нельзя говорить. Вы уже там. Да, ты, наверное, уже тебя там чему-то научили. Да, все зависит от человека, мне кажется. Легче переу... научить... Короче, вот, боялись мы сказать, что снимались. Они меня знали, и я достаточно легко прошел пробы и стал в паре с Илоной Маркаровой, которая актриса, и тоже обладательница «Золотой маски» в театре Ди Капо, знаешь, что такое? Ди Капо знаю, да. Жулиано, Джулиано. Вот, мы стали с ней ведущими в воскресенье. Там были только прямые эфиры, и мы такие вот, опять же, паузы заполняют, вот. Плюс у нас были гости, плюс были музыканты. То есть прямо ты прилетел туда, и сразу прямые эфиры? Да. Жесть. И прилетел, это здесь было. Ну, я имею в виду, ты запрыгал в серию. Потом я там вел форматов, не знаю, я работал с 2003 по 2006 год, работал я там в формате и ток-шоу, и документального фильма, и утренние шоу были в двух или трех форматах тоже на мне, все в прямом эфире. Потом там как-то все закончилось, сменилось начальство, возникла пауза, задержки зарплаты, всякое неприятное. Это абсолютно, вот как поют мой метроль, это, по-моему, вы знаете, телевизионщики, всем телепрограммам приходит однажды конец. Вот, это так бывает всегда, это всегда неприятно. Потом меня пригласили в утреннюю программу на Пятый канал, тогда еще было только Петербургское обещание, но уже готовилось федеральное, и вот, чтобы сила, мы запустили федеральное обещание. Там я стал работать с Максом Брызгальевым, с Сашей Емельяновым, и мы стали крепко дружить с Максом. Потом все закончилось на Пятом канале, и меня пригласили в Москву, собственно, с Пятого канала, нет, еще на канал Россия 2, это спортивный канал, спортивный, но в тот момент они поняли, и это было действительно правда, что старые серии в 2010 году, улицы разбитых фонарей, которые показывают там, смотрят больше народу, чем условный хоккей, ну, Спартак, Динамо, ладно, Дерби, ну, какой-то хоккей в рамках ХХЛ, больше зрителей, они стали переформатировать его в такой лайфстайл. Не особо получилось, наверное, но тоже там в двух проектах я работал на протяжении 4 лет. Там прямые эферы тоже были, да? Нет, там уже была запись, там было все в записи. Большие какие-то программы или что это было? Да, ежедневный такой часовой или полуторачасовой выпуск «Все включено» называлось, и такой проект про хоккеистов, документальный фильм с инсценировками небольшими, назывался «Основной состав». Кстати, да, я вот, допустим, приезжал в Омск, город Омск, вести мероприятие, большое очень там было региональное мероприятие, а в эти дни, я не помню, с кем они, с Динамо, по-моему, там была уже серия, у них игры, все никак не мог определиться обладателя кубка Гагарина. И идут люди и говорят, Михаил, да ладно, в Омске, а Омск очень хоккейный город. Вы приехали, да? Я говорю, конечно, да, 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 конечно. Ну нет, я из Питера, я против москвичей, СКА вылетела, поэтому вообще, ну, причем для меня это все пустой звук был, но я умею произвести впечатление. Так а в чем был вот этот вот, то, что ты делаешь? Узнаваемость была в Омске в связи с этой программой о хоккее была очень... Именно в Омске? Да, вот прямо, прямо очень high level. Потом НТВ было, да? Нет, потом еще был большой тоже проект на подмосковном телеканале, он назывался Подмосковье, и тоже был в стадии... Кабельное телеканал. Не, не кабельное телевидение. Там техническая аудитория, техническая, 30 миллионов человек, то есть канал могут у себя на телевизоре найти 30 миллионов человек. Это больше, чем в Финляндии, в России, понимаешь? Больше, чем в Израиле, ну, то есть государство целое, вот. И его тоже готовили к запуску в другой формат, именно в канал 360, и первые слова в эфире «Канал 360» произнес я тоже. И там тоже у меня было очень большое количество программ разных, от интервью с Жириновским, например, таких серьезных, ну, меня уже под конец туда ввели, до такого а-ля «Орел и Решка», ну, по Подмосковью мы ездили, ну, в принципе, не было, ну, такое тревел-шоу по Подмосковью, а там есть, что посмотреть. И утренняя программа, опять же, в прямом эфире. Ну, в общем, ты там набирался опыта. И еще программа такая, а-ля, ну, такая про гаджеты, вот. То есть было очень много всего. Вот вопрос про телеканал НТВ. Я видел у тебя там кусочки, где ты общаешься со звездами. Это фейк? Нет. Нет? С каким? С Джорджем Клуни? С Клуни и с ребятами. С некоторыми это фейк в том плане, что это не фейк, это не фейк. Это называется live to tape. Это было видео специально им писали? Или это откуда-то вырезано? Нет, нет, нет. Это было снято специально для нас. А, понятно. Мы сочиняли вопросы для них. Причем вся история была в том, что эти представители съемочных компаний все прикольные вещи, которые мы придумывали, мы придумывали прикольные. Вот, например, я помню, что с Уиллом Смитом мы говорили по поводу фильма «Фокус». Фокус он называется, по-моему, мошенников. Мы там придумывали какую-то штуку, что типа, ну как-то договориться с ним, чтобы типа говорить, все здорово, конечно, Уилл, но ваши часики-то типа вот, ну какую-то вот такую. А он типа. Ну да. И это было невозможно, потому что с Уиллом Смитом об этом договориться было нельзя, потому что там было пять инстанций перед ним. Но я тебе точно скажу, что были истории с заболеванием, был как зовут вокалиста Скутера. Так. Потом Колин Ферд, понимаешь, как я говорю? Колин Ферд, британский актер. Робин Уильямс. С ними это происходило так. Ставили камеру, как у вас, а здесь стоял экран Скайпа, и я с ним разговариваю, ну реально присутствовать я не мог. Ну понятно. Но мы делали так, что мы говорили живьем. Потом от этого пришлось отказаться, потому что с Америкой это было совсем сложно сделать. Ну с Англией вот нормально мы делали. Робин Уильямс был здесь в Питере в каком-то отеле. То есть я разговаривал с ними живьем. Ты, кстати, сам никого никогда, ничему не обучал. И хотел бы. Я с 2006 по, наверное, 2009 год. Тогда еще не было такого количества тренингов. А слово коуч и коучинг вообще надо было переводить людям. Работал в организации, которая называлась Институт риторики Натальи Грейс. Он по тем временам был достаточно большой, и сейчас Наталья Грейс очень такой известный, мотивационный спикер. Я работал у нее и вел тему из 17, занятия из 17 тем, то есть она продала 3 раза в неделю. Плюс занятия по улучшению памяти и внимания, плюс актерское мастерство. У меня вся неделя была занята. Просто потому что, когда я работал на канале 100, мероприятий было еще не очень мало. А канал 100 был у меня либо с утра только загрузка, вот типа утром. Либо вот еще, наверное, я начинал, у меня только в воскресенье было одно занято, а потом началось. Было много свободного времени, и я был просто в поиске работы, и она меня убедила в том, что я могу это делать. Учитывая, что я это делал на протяжении стольких лет, а мне тогда было 24-25 лет, а приходили взрослые люди. Ну, я по тем временам не тоскую, но опыт это, наверное, был тоже. Еще один вопрос. Про пьянку на работе давай про это. Про пьянку на работе? Да. Выпивала ли ты когда-нибудь на работе? Выпиваешь ли ты когда-нибудь на работе? Выпиваешь ли ты на работе? Конечно, да. Я не стесняюсь в этом признаться. Ну, в смысле, не выпиваю, я не бухаю на работе. То есть, не за рулем? Конечно, не за рулем, да. Ну, да, если не за рулем, или если я оставляю машину. А делаешь-то это каждый раз, да? Я курю, когда выпью. Ну, выпью я каждый день, это старая шутка. Нет, ну, если я не буду вот так. Ну, бокал шампанского типа того, да? Да, я считаю, что это нормально. Угу. У меня была ситуация, когда я был в каком-то заведении, я не буду называть, и welcome, фуршет, бокал шампанского. И я с бокал шампанского хожу, встречаю гостей, и ко мне подходит администратор и говорит, что вы себе позволяете? Ну, вообще, это справедливо, да. Поэтому надо иметь везде знакомых официантов, дружить с ними, которые тебе как-то, если нужно. Не, ну, бывает, ты приезжаешь, и ты понимаешь, что тебе нечем и не обо что чиркнуть, чтобы у тебя загорелось. Ну, да, да, да. Нечем и не обо что, вообще никаких вот контактов, никакого вспламенения. Ну, то есть, ты идешь к гостю, а он отворачивается и уходит. Ну, как бы, да, все, вообще ничего, никак не сделать вот этого, вообще никак. Однажды мы с упомянутым Максимом Брызгаевым, это было гениально просто. Мы вели мероприятие, пол, это было очень высокобюджетное мероприятие, открывалась фирма американская, которая делает вот эти дорогие протезы зубные. Мы его вели, все было очень подробно, очень круто сделано под «Алису в стране чудес» Тима Бёрдова, которая тогда только вышла. Я был в образе королевы, я уже видел потом этот свой образ, этот свой грим на каком-то другом. Вот у меня он был у первого, и он у меня был, просто костюм был по мне сделан, а Брызгаевым был королем, и он еще все ржал надо мной, что «А, ты королева будешь!» А ему клеили эти усы, и это было ненавистно ему. Мероприятие задержалось часа на два, и мы успели, ну как-то мы давно не виделись туда-сюда, мы сначала попали коньяка, Короче, мы коньяка выпили неприлично для работы, много. Я не знаю, Макс, извини, но это было один раз, такое было один раз. До мероприятия? До старта, ну на два часа задержка, мы в этих костюмах жарко, Макс там выходит покурить, ему не получилось. Это лето еще было, да? Нет, по-моему, зима была, ну конечно, было жарко. И мы, короче, очень сильно подконьяченные, но мы были настолько защищены этими образами, что я это не я вот, а я взбалмошная королева, я знаешь, я там генеральному директору делал вот так, ну все, 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 хватит, хватит, вот так вот. Мы получили такое колоссальное. Но в образе всегда круче работать, конечно. В образе, да, в удовольствие от этого. Вот. А так на работе у нас сухой закон. Тебя приглашали в ТОП-13? Да, меня приглашали в ТОП-13. Почему ты отказался? Я не знаю. Два раза? Да, два раза. Я не знаю, зачем. Нет, в смысле так. Два раза. Слушай, Миша, давай, ты к нам придешь? Нет, через пять минут. В момент создания и на следующий год. Почему ты отказался? Я не вижу причин, почему я должен сам находиться. Скажи честно, да. Мне это не нужно. Вот. Ну я не знаю. И ты знаешь, я... Но ты знаешь, что сейчас Лавин, Сережа, ушел? Нет. Из ТОП-13? Почему? Нет. Не знаю. Я так понимаю, что Люды Ширяевой там больше нет. Да, и Люды Ширяевой. То есть уже ТОП-11 получается. Тебе есть возможность. Я с уважением отношусь ко всем присутствующим. Брызгалина попросту люблю. Очень нежно отношусь к... Просто персонально прямо скажу, к Васе Цареву. Давно знаю Сережу Славина. Юрия Блинова тоже очень нежно отношусь. Остальных знаю меньше. Лену Голуб тоже, да. Вот персонально. Извините, что не про всех 13, но согласитесь, не со всеми 13. Ты общаешься? Очень сильно, в достаточно тяжелый для меня момент, меня выручил Петя Чарушин. Вот. И потом бывали всякие истории, когда я понимал, что я не попадаю на мероприятие, или опаздываю, или вот когда-то случилось, когда меня выручил Чарушин, и у них есть чат, в котором вот эта выручалка проезжает. Слушай, мне просто это не очень нужно. И потом еще вот что, я все-таки рассчитываю продолжить карьеру телеведущего, хотя у меня сейчас большая пауза, к сожалению. Сколько ты уже не работаешь? Уже год практически у меня нет проекта. У меня были различного рода предложения и пробы. Одно предложение меня не устроило чисто по финансовым соображениям, и потому что у меня двое детей, и приехать на тех условиях в Москву я не мог. Так, вот, летом, вот, ждем еще. Что бы ты хотел везти, на что бы ты согласился сейчас везти, если тебе позвонят с телевидения? Развлекательный формат, телеигра, вот, телеигра, самый умный. Я бы сменил Якубовича, я бы вылил новую кровь в поле чудес. Представь себе, тебе надо сколько квартир, чтобы у тебя там эти огру сохранились. Мне очень нужна одна четырехкомнатная квартира, дружище. Мне нужна одна четырехкомнатная квартира. Задонатьте, пожалуйста. Чтобы было три спальни мне нужна. На Марата, да? Я даже попущусь вот в плане района, потому что я сейчас живу в Приморском районе, не совсем Невский проспект, но как бы меня устраивает. Только мне вот надо четыре комнаты, чтобы вся моя семья там разместилась. Что для тебя свадьба? Только не надо сейчас, это такой день. Нет, такого, я очень, я не люблю этот пафос, я не люблю вот этот пафос. Хотя по твоему инстаграму и в принципе внешности, ну смотри, когда ты выкладываешь, предположим, пост в инстаграме. Что я говорю там? А мои часы? Где такое? А, это мне, про часы, я бы никогда не выложил про часы, хотя я честно скажу, я бунторезил раньше, но это было вот году 2006-2008, реально 10 лет назад. Я больше этого не делаю. Про часы мне спросил Райкин. Дело в том, что действительно, часы, это больше был экивок в сторону Марии Панове, которая мне уговорила у себя эти часы купить, и я не прогадал. И тогда у меня не было еще семьи. Вот, поэтому я мог себе позволить такой... Так может быть продать часы и купить... Нет, так не получится. Четырех комнатных комнат. И все в часах хорошо, кроме того, что они теряют дико в цене на вторичном рынке. А, это как выехал из автосалона? Еще больше, да. Еще больше. И потом вот те... Короче, зачем я... Короче, да. Расскажи, что такое с вами для тебя. Нет у меня таких постов уже давно. А то было только исключительно то, что я с Райкиным собирался поговорить о том, что, ах, вот, хозяин трактира, Ричард, Бутусов, вот какой вы вообще... А он начал первый, это что у тебя... Да, вот, это он начал, а не я. Я просто передал наш диалог. Ну, гении, они любят мелочи. Да, похвастался, да, похвастался тем, что он меня похвалил за чтение стихов, что для меня было просто счастьем, действительно счастьем. Что для меня свадьба без пафоса? Ну, это некий праздник. Угу. И очень здорово, что они... Я не знаю, я был не готов, я не знаю, как сформулировать. Ну... Но это праздник, прежде всего. Хорошо. Какая свадьба для тебя идеальна? Для меня праздник, я пытаюсь... Какая свадьба для тебя идеальна? Это уже набитое оскомину выражение о том, что все зависит от гостей, это действительно зависит от гостей, от нашего с ними. Вот веришь, нет, вот моя семья в моей семье никогда не было бы в мыслях пригласить никакого ведущего. Потому что все бы на себя взял дядя Саша, папа, когда был жив дедушка, дедушка. Кстати, мой дедушка, Михаил Абрамович Шустерман, был очень известным в Ленинграде тамадой, профессионально этим занимался. Вот отсюда у тебя все. Ну, я по наследству это не передалось, я никогда не думал, что я буду этим заниматься и никогда не... Более того, мой папа и дядя вот в 80-е годы, когда была возможность подработать у дедушки на свадьбе, они тоже этим занимались. И там свою месячную, я не знаю, какие были гонорары, но, наверное, там околомесячные зарплаты инженера папа мог принести тоже за вечер. Это было очень здорово. Обратись к парам, у которых будет свадьба. Что бы ты им пожелала? Вот три важных момента при подготовке к свадьбе. Ну, во-первых, мне кажется просто, что я буду говорить какие-то прописанные истины, которые знают все. Говори. Это надо понять, что то, что вы хотите, это именно то, что вам нужно. Нет такого, что ну, нужен торт, нужен танец, нужен ведущий, нужно то, что вам хочется делать в этот день. А как понять, что тебе хочется, если ты не понимаешь? Ну, как, да, такое бывает. Бывает, да. Надо, чтобы была хорошая еда, это обязательно, чтобы хорошо, вкусно кормили. Такое, к сожалению, тоже бывает редко, потому что 40, даже 40 стейков правильной прожарки сделать, это уже конвектомат. Мастерство. Мастерство. Это уже не гриль, это уже будет конвектомат, поймите это. А это, это есть можно, но это уже не то, когда вы приходите в стейкхаус, и вам делают это на… Окей, еда. Это важно. Еда и алкоголь. Еда, алкоголь, понятно, в одно. Есть, когда такой разряд гостей, которых надо пригласить, не надо их приглашать. Два. С него босса, нет, если босс офигенный чувак, который поставит галстук, да, и скажет вообще все, заберется микрофон и будет 40 минут отвечать, тогда надо. Ну и для меня очень важна музыка, для меня очень важна музыка, я вообще не понимаю, как можно к этому подходить на Абум. Спасибо, Миша. Спасибо. Все, мы три выяснили, это важно, это хорошо, это в копилочку. Мне было очень приятно. Да, нам тоже было очень приятно. Спасибо огромное. Давал интервью. Мише, Генделеву, Генделеву. Генделеву, Генделеву. Как он себя называет. Спасибо Лофту Весеневу, спасибо всем, кто смотрел сегодня наш выпуск «Ивент Огонька». И с наступающим… А это у нас декабрьский выпуск, предновогодний. Да, да, предновогодний. С Новым Годом! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, как говорит Леша Соболев. Миша, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Во-во-во-во. Да, еще посиди здесь. Нам надо вот этот план, когда ты один здесь сидишь. И грущу? Да, час. Кто землю пойдет? Нам копать в огород? Ай, таких нету. Таких нету. Таких нету. Х Sheila. Uh… Уnu… Субтитры создавал DimaTorzok